здравствуйте решил все-таки снять еще одно видео и про вот эту вот китайскую головку звукоснимателя вмонтированную в так называемую лодочку башмачок только показать свой мой как это косяк наверное не обратил внимание вот хочу снять как это предостеречь людей от подобных наверное ошибок значит вот грязновато немножко то почистится значит лодочка своего рода звукосниматель оригинальный с родным даже краска ведь не не обчищен вернее не раскручивался с родным пьезоэлемент вот в прошлом видео кто смотрел то не стрел можно посмотреть или в позапрошлом я не помню там несколько видео про вот эту головку значит ориентировался на вклеивание вот этой вот китайского звукоснимателя в корпус этой своего рода лодочки по из вернее по наклону вот этой части я показываю вынос иглы и все остальное здесь вот угол чтобы соблюсти вот я его выставил все тех видео вида смысле как видно прослушивалась все работало все играла но и тут мне звонит мой хороший знакомый правда с другого города далековато живет хороший технически развитый человек значит и смотрел это видео и говорит поговорили там о других делах лет а наклон иглы лифты проверил ну я ему сказал все понял что это мой косяк старость берет свое посмеялись ну естественно пошел я проверять то есть не могу я когда у меня что-то не так или неправильно работает даже в каких-то видео кто увлекается этим всем делом знает что то есть если нарисовать это вот пластинка звукосниматель то есть она крутится в эту сторону если сверху стоит по часовой стрелке то есть вот так вот приблизительно я нарисовал вот такой наклон то есть увлекается в курсе а это так кто-то может кто-то соберется все это дело также вклеивать делать что-то ну пусть не в лодочку что-то во что-то вернее другой и во всех звукоснимателях изначально игла уже как бы на оси либо вот на такой как здесь пластике либо на вот таком вот металлическом забыл как опять он называется там называние мудрена вот она уже изначально в наклоне здесь естественно нет то есть она своего рода перпендикулярно вот этому вот вот этой части значит ну я имею ввиду вот это игла вернее не это вот эти вот а две иглы ну и те же китайские которые пришли с этим звукоснимателем что на 33 оборота обе иглы в прошлом видео есть эта информация значит они тоже перпендикулярно а так как я ориентировался по выносу то есть ориентировался чтобы сделать такой вот это дело я про как это прозевал и меня получилось ну кто смотрел прошлое видео кто-то слышал звучание то есть все нормально но когда мне знакомый сказал все-таки не мог я не проверить само собой и исправить так объясню еще раз объясню вернее повторюсь вернее я не могу когда у меня неправильно что-то либо не работает либо работать мне неправильно то есть у меня получился вынос при прижиме то есть она же прижимается еще потом так пластинки вы нас при прижиме получился вот так то есть практически 90 градусов то есть изначально в поднятом состоянии она была вот так то есть как бы против шерсти почти против шерсти то есть напротив движения вран пластинки при нажатии то есть при установке лодочки то есть заголовки звукоснимателя на пластинку вот эта часть нажимается и она у меня получилась практически даже наверное меньше чем 90 градусов должно быть приблизительно вот так патефон 60 значит ну все пришлось мне это все дело расклеить облегчил ее немножко но само собой здесь стенки были очень тонкие так что они немножко сломались то есть чуть-чуть переделал изменил расположение вот этого вот звукоснимателя то есть вот эта часть у меня была сильно утоплено вот эта часть была еще больше как это поднято но сильно эту тоже не подымешь наверх потому что будет вот этой частью цепляться за пластинку то сделал по максимуму все что мог максимально то есть ориентировался уже повторюсь наверное уже не по вот этой части потому что в по этой части если ориентироваться здесь иглы в наклоне а здесь иглы ровно если ориентироваться по вот этой вот углу так получается что против движения пластинки получится их ладно во всяком случае у меня так получилось сейчас да тут видно наверно будет да вот она тоже чуть-чуть в наклоне но при прижиме она отлично у меня становится но не 60 градусов но почти это я все проверил еще раз наверно повторюсь снял видео для если кто-то соберется это что приблизительно что-то такое монтировать смонтировать дав там в лодочку либо неважно в какой-то другой звукосниматель обратить на вот такое дело внимание если у вас иглы как я переставлял то есть они стоят перпендикулярно вот этой части все его которые сейчас продаются они вот если ее нарисовать вот это вот игла даже если она вот так ровно то вот эта часть согнутая то есть получается вот игла и вот так то есть если это все дело сделать у нее будет наклон в этой она ровная и у нее одна игла и 2 то есть ее не согнешь ничего не сделаешь либо вклейка и то есть вот принцип такой и так как тонар чуть-чуть в наклоне у него получается глава то есть по максимуму все что мог то сделал да и так как вот это вот китайская головка звукоснимателя выдает прослушивал я потом еще не один раз да и в комментариях мне писали более четче и в ней больше высоких то есть если ее подключить на радиоле сакте на грамм пластинки на те же 78 оборотов то есть она до регулировки низких частот ну регулирует но намного хуже например чем вот на вот этой а так как на той родине 52 нету регулировки вообще тембра то есть и вот эта часть над как глуховато звучит значит а вот эта головка звукоснимателя вот эта игрушка выдает высоких порядком так хорошо то есть там нету здесь много прекрасное звучание во всяком случае мне нравится ну вот сейчас можно ее поставить и наверно не знаю давайте целую прослушать что получится этот youtube и так ругается чего страшно так поставил а и 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 ПЕСНЯ 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 Знаю я, никогда в сердце ты не погаснешь мое, И для нас вешним днем просветет все кругом. Мы рядом, мы рядом с тобою, родная, С счастливой кровинкой пойдем. Вот такое звучание вот этой вот. Головки, а мне, например, на родину, В смысле, вот с этим радиоприемником, очень нравится ее звучание. Вот, та же шипение немножко поменьше, возможно, мне кажется. Но это, во всяком случае, как это обозвать или рассказать вживую, как я называю. То есть интернет, понятно, что так не передаст. Значит, вот такая еще одна информация. Все, теперь я уже успокоился, выставил это все дело как мне надо. Надо, лучшего я не добьюсь. Значит, на этом эксперименты 100% закончились с этой головкой китайской звукоснимателя. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok